Накануне 8 марта самое время вспомнить о неженских, как считалось раньше, профессиях и тех достижениях, которые демонстрируют слабый пол на ответственных постах. Героиня нашего репортажа – первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина. В декабре 2018 года она покинула пост председателя правительства Сахалинской области и теперь курирует в Приморье сферу информатизации и телекоммуникаций, весь финансовый блок, а также взаимодействие с федеральными органами власти, в том числе и при реализации государственных программ. Губернатор Приморья Олег Кожемяка, избравшись в 2018 году, для эффективного развития региона в свою команду привлёк специалистов, знакомых с дальневосточной спецификой, управленцев с административным опытом работы на Сахалине и в Амурской области. Вера Щербина не только авторитетный специалист в области экономики региона и финансов, но и обаятельная женщина. Трудно ли быть мамой, бабушкой, пяти внуков и решать при этом государственные задачи по 10 часов в сутки с рабочей субботой в нашем интервью? У меня, наверное, всегда были какие-то лидерские качества и, собственно говоря, у меня было два брата и я всё равно в верховое дело я думаю, почему был один брат, у меня погиб. Но, тем не менее, как я заметила в себе какие-то лидерские качества, я, может быть, их и сейчас ещё особо и не заметила, но так сложилось по жизни, да, что я работаю в органах власти и очень много лет, и я прошла, собственно говоря, все ступени. Где-то получалось, где-то, наверное, нет. Где-то эти лидерские качества, если они есть, мне помогали, я думаю, и, может быть, поэтому я и занимала такие посты и в других субъектах. Каждая женщина, хранительница очага, она ведёт свой семейный домашний бюджет. А семейный домашний бюджет — это абсолютно то же самое, что и государственный бюджет, и даже на самом высшем уровне. Это федеральный бюджет. Это доходы и расходы, да, их нужно грамотно спланировать. И сегодня, так же, как в семье, есть одни потребности, другие. И, как правило, женщина, она определяет эти приоритеты, то есть куда сегодня важнее направить финансовые ресурсы для того, чтобы решить все проблемы семьи. Так же и в государстве, это очень так же на субъектовом уровне и на муниципальном. Это бюджет, это доходные возможности, и есть ещё расходные потребности, как мы говорим, да. А потребности у нас всегда больше, чем возможности. И вот наша главная задача — найти тот баланс, чтобы доходы соответствовали нашим расходам, либо наоборот. В Приморском крае я как раз начала работать после того, как получила высшее образование. И это был первый субъект, в котором я, наверное, состоялась как специалист, выросла, получила опыт от своих старших товарищей. Потом я ещё работала в четырёх субъектах Дальнего Востока. И поэтому, конечно, есть что с чем сравнивать. Сложнее здесь или легче? Наверное, сложнее только по той простой причине, что Приморский край — это самый большой субъект Российской Федерации на Дальнем Востоке. Это и со своими сложностями, и с северами, и с отдалёнными территориями, и со всеми другими причинами удорожания некоторых расходов бюджета. Поэтому сложнее работать, но и есть опыт работы в других субъектах, которые как раз говорят о том, что нет задач, с которыми нельзя справиться. Мы реализуем национальные проекты, и в федеральном бюджете предусмотрены отдельные средства на реализацию нацпроектов. Но вся беда в том, что нужно эти деньги ещё взять в федеральном бюджете. А чтобы их взять, это должна быть качественная подготовка. Всех документов, расчётов, обоснований. Нужна проектно-сметная документация на всё — на строительство школ, больниц, клубов, на ремонт и обустройство и строительство дорог, на жилищно-коммунальное хозяйство, на чистую воду. И, собственно говоря, когда есть качественные проекты, мы можем заявляться и на федеральный уровень, и получать финансовые ресурсы, как, собственно, и любой субъект Российской Федерации. Вот мы сейчас такую задачу перед органами местного самоуправления ставим, чтобы готовились качественные документы. Не все знают, что трудовую деятельность Вера Георгиевна начала в Приморском крае. С 1992 года работала в краевых финансовых органах, занимала должность замдиректора Департамента финансов администрации. Она является кандидатом экономических наук, заслуженным экономистом России. Отмечена благодарностями администрации президента страны и министра финансов. Теперь Вера Георгиевна – горожанка. Поселилась во Владивостоке, который всегда любила. Приезжала сюда в отпуск со своей большой семьей. По ее мнению, городу нужно больше заботы и больше публичных пространств для семейного отдыха и прогулок у моря. Город сложный, он и по своей конфигурации, местность гористая и все остальное. Даже когда едешь на машине и смотришь, какие сложности у мам с колясками, у бабушек. И там, где засилие автомобилей, наверное, все-таки надо поэтапно эти вопросы все решать. Расчищать пространство для людей, не для машин, а для людей. Это первое, что бросается в глаза. И это сделать крайне сложно. Город, конечно, такой вот необычный. Но двигаться в этом направлении надо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова